2 место с оптимиста так как первое место неизвестный трейдер занял две сделки все в яблочко ну я думаю что может потом добавится ник но в общем пока начинается список оптимист бенджамин и смотритель смотрителем мы только что видели еще на семье тоже в зеленой зоне тоже такая же похожа серийность значит тактический стиль кунг-фу такой же шучу так в общем бенджамин тут просто без вопросов вообще 36 сделок и 37 сделать 36 это неприкасаемая торговля вообще как-то круто круто все бы тогда вот 67 69 desire ну первые три места оптимист большими на смотритель бесспорно забирают свои бонусы понедельник всем кто попал в почетные места без 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 оговорочно в течение дня просто будут добавлены в вашему пакету и либо письмом будут уведомления что у вас дата экспирации подвинулась либо же там в чате где будут поэтому вопросы общаться ну в общем как-то вас мы предупредим что вас стало немножко дольше пакет как бы в связи с вашими успехами так hollow вот первый раз вижу тоже две сделки что-то очень много в этом контракте трейдеров которые немного открывают позиции вообще ни у кого даже просадок нет это даже настораживает новое поколение трейдеров пришло огран вот вида человек трудился 280 сделок 157 в плюс 130 в убытке но в зеленой зоне тут никак с такой серийностью надо еще постараться в красной зоне остаться за весь контракт так эльза девушка 9 сделок 5 плюсовой отлично так держать неплохая серийность так force иванов дима опять же три сделки плюсовые фронты прототипов и максимус 47 сделки 32 и 15 убыточные ну неплохо 32 прибыльные 40 семьев поработать немножко над определением потенциально подходящие точки входа и все будет тип-топ серийность как видите у всех более менее неплохая то есть все кто в зеленой зоне они в придерживаются одного ритма скорее всего и нет таких ну вот единственная млб какой-то подозрительный активист вот у него два счета 2 700 сделок тут тысячу сделок и тысячу прибыльную 120 убыточные вот конечно с такой серийностью можно уже подавать документы на открытие фонда вот но в общем вы можете отрезать и на открыть самостоятельно и по каждому трейдеров просто вот кликайте допустим вот млб допустим performance report и здесь в общем сводка общая как бы просадки там комиссия уплаченная вот сумма три миллиона триста сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре да это очень огромная сумма до комиссионных только брокеру потом ну в общем здесь все но стандартная на стандартный набор по параметрам трейдера профи фактор максимальная просадка когда она была cross loss и нет профит в общем 103 тонны по любому трейдеру тыкаете кликаете на performance report и сможете посмотреть ознакомиться в общем его отпечаток скажем вот так назовем в общем отметим отдельно по некоторым инструментом ртс snp евро талантливых за сентябрьский контракт вот сейчас мы быстренько пройдемся я долго вас не буду мучить с этим рейтингом значит сентябрь 15-21 все юра три сделки 2 плюсовые стойка 103 сделки 2 плюсовые смотритель опять же чемпион там первые первые тройки power force 18 сделать 9 плюсовые дизайр опять же невада одни и те же на сцене в общем если трейдер талантлив то он талантлив до самого последнего трейда до максимум сто пятьдесят четыре сделки 7 здесь 75 сам cyber breed bright 2 часа ночи интересный ник так это этот аккаунт по евро даже в зеленой зоне отлично так это еврик в общем трейдеров как видите здесь намного меньше активность все сильнее на российском и на рубле на индексе ртс и на рубле по многим инструментам которые неплохо технически торгуется на самом деле активность не такая высокая хотя очень огромные возможности как раз вот непосредственно на менее известных инструментах вот там можно себя неплохо так значит это snp чисто snp не все цель и снг опять же ну собственно плюс он тут закрепил свое первое место вообще по целью альфа алгоритм те же сам все всех на в стрим курт вообще без без сучка без без задоринки мишка мед диджей саладин алекс тарр студент этот аккаунт пика грант ванна пузов первый раз вижу максимус ну опять же все те же так опять же этот аккаунт это был снп и давайте посмотрим ртс и рубль мне вот они интересны сейчас не поверите в на ртс и там тоже 100 чем-то трейдеров принимала участие сми смелая ребята ну в принципе публично открывать сделки в как бы дисциплина тренировка особенно для тех кто тренируется подходящий такой тренажер ртс сентябрь 15 на 6 2109 макс первые две сделки у него мы можем их даже посмотреть вот подгружается эта информация вот когда вы конкретно пути киров подгружать информацию можете посмотреть на историю где именно открытием открытый ухты неплохо неплохо сопровождение просто пятерка обратите внимание и если либо это очень хороший опыт торговли и наличие разных схваток то есть ну вот опытом и огромное познание в сопровождении позиции и чтению биржевой активности либо забыли просто про позицию оставили уехали куда-то отдыхать как обычно возвращаются и и пора закрывать ну в общем макс если будет возможность по сделке расскажи как это все получилось теперь первый раз видите у него скинули позицию он зашел на бай но тот кто ищет тот всегда найдет хорошее сопровождение прямо вообще сделка приятно посмотреть так бенджмент этот не непобедимый талантливый трейдер так смотрим что за 5 ох ты ну в общем видите сами тут действительно есть за что тут бесспорно по-настоящему технично аккуратно никаких лишних движений крыл все есть признак того что будет корректироваться сильно закрыл дождался своей покупки постепенно зафиксил и даже вот вот это уже круто вообще мне нравится технично аккуратно спокойно без каких-либо лишних движений заслуженно вообще второе место и мол бы подгружать не буду там 2600 сделать просто не что там все весь графику 7 такими вот треугольничками и контрактами смотрите рейтинг формируется таким образом чтобы трейдеры могли торговать абсолютно разным количеством контрактов и это не ну то есть толсту толпе нель в простом соотношении то есть вот по этой последней колонке вот она и составляется рейтинг то есть кто-то одним контрактом может тренироваться торговать кто-то миллион контрактов открывает как потом рейтинг выстраивать то есть можно открыть одну сделку и весь контракт протащить один лот от начала до конца это надо иметь достаточно много сил и воли и терпения можно открыть на две секунды там лямом зайти и быстро выйти в это будет но если по прибыли брать но рейтинг по прибыли не так отображает техничность вот выдержку дисциплину тактические действия то есть оборотом если брать то такие рейтинги будут достаточно интересно смотреть поэтому у нас столпе нель просто в соотношении в одним лотом торговать смешно почему смешно сложнее всего на самом деле когда у вас два контракта или три вы можете часть скинуть позиции зафиксировать прибыль остальное сопровождать то есть даете возможность шансу одним контрактом зашел и вот надо уже контрольную точку поставить терять ничего но если тренироваться на реальном счету то одним трудно конечно ну вот понятно что хочу фонд с одним контрактом это смешно ладненько идем дальше в общем можно смотреть сделки они открыты вот как википедия в общем свете нажимая кликаете по трейдеру и открывается дополнительные окно с графиком где эти все сделки трейдера есть также в висит показано где открыта покупка с этого момента начинает края графика окрашиваться в зеленый свет если продажа то в красных дальше идем вот hello 2 сделки 2 плюсовой давайте посмотрим что это за сделки видите на значит тут купил чуть-чуть его высаживали и сразу закрыл ну как-то тут тут за зашли вот и опасненько был опасненько было 24 и закрылись они вот 25 08 прям на пике неплохо закрылись отлично вот видите у этого трейдера допустим техника открыл закрылся он не играется там располовинить и дальше сопровождать до залить слить перри 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 реверсироваться к там перри сбросить покупку сразу открыть продажу в два раза больше то есть четко зашел в виде движения вышел все никакой лишней активности напомню что лишняя активность или комиссионные брокером ладонько посмотрите сами здесь абсолютно все доступно вы просто выбираете тикер период там я я включил с начала контракта поза завершения и рубль давайте еще вот я думаю там тоже люди старались так как это самый популярный инструмент на российской бирже там чередуются ртс и рубль но после рывка до 80 отметки стал популярнее чем ртс в разы час единственное что у него тикер похоже на серебро и это очень иногда путает платформу вы хотите серебро посмотрите либо же рубль так ставим сентябрь и давайте посмотрим какие там успехи у ребят так сентябрьский контракт все правильно тоже дизайр бенджамин 20 дизель сделал 28 плюсовые это стоит посмотреть так пока подгружаются сделки стоек golden bull цель я смотритель серга фан знаем в принципе половину из этих точно ну приятно приятно фортс алекс ван молодец так макс ларисов арк канал тоже но уже убыточной ведь и сделок трейдеров было разы меньше и за летом соответственно а вот и бенджамин супер трейдер который такую серийность показывает вот смотрите вот этот шорт гипер долгий ну есть убыточная но это долгосрок видимо там до загружались они потом скидывали снова заходили в общем это все видно вы можете подписываться на трейдера вот и маус вар а вот смотрите сколько было за этот период допустим по сбербанку я удивился почему-то на фьючерсах больше активности чем на акциях даже если давайте посмотрим сбербанк фьючерс все сейчас сбербанке начнем в адресе два трейдера обоих не очень хорошо закончили период а вот если посмотреть сбербанке и это объясняет многое вот там было два трейдера а уже 4 ведь у всех плюсовая ситуация 17 если по стакам посмотреть на газпроме тоже там вроде парочку человек ведь это активность на акциях то есть ну ладно начнем с быстро пробежимся порт с сберу газпрома и рублю и по фьючерсам потом и так вот собственно 15 минуты мы только начинаем обзор так что если вы смотрите в записи только-только-только мы начинаем так и сейчас пока подгружается котировка я вам покажу market watch вот видите ситуация по списку который мы будем сегодня рассматривать вот я сортировал по по убыткам более у кого больше всего просадка и соответственно внизу колонки это те кого больше всего прибыль по динамике рубль просел видите как на 05 за ним фунт газпром 0302 rts spot 03 золото 027 то есть ну вот в плюсовых только но диксит понятное дело и сын питом у нуля болтается сбер бренд 036 австралия и бандит 06 а так вся вот братья популярных инструментов большинство просела кроме сам пин у него там своя специфика сегодня просто флэтовый жуткий страшный день для торговли в общем подгрузился ртс давайте а нет это не ртс но нужен ртс сейчас возьмем сначала сентябрьского и как развивается первые деньги на новом то есть сравнение сделаем в любом случае используем склейку контрактов да забыл проанонсировать на слайде было написано на всякий случай 27 открытый вебинар по мать матч из чарт биржевой поисковик буду вывести я и постараемся в деталях разобраться как он работает и его применение как его использовать и в какие штуки можно творить так-так-так-так-так-так-так вида был и пиво и ключи вот она у нас сейчас пока нам и так склейка двух контрактов текущая закрылась неделя фактически потихонечку вот падала в ликвидность мы видим до конца августа в сентябре малость проснулись там буквально вот на стыке сентября и августа и снова потихонечку потихонечку я думаю что эта неделя просадка по из-за перехода с одного контракта на другой плюс те кто в курсе насколько важно насколько важен мы не момента вообще само событие выборов германии вот насколько это может повлиять на дальнейшее развитие вообще страны в целом ну и те у кого акции я думаю что как-то активность свою немножко приостановили пока не гласят результаты дальше уже будет принимать решение возможно с этим связано возможно это это ну в общем плановая скажем так просадка по оборотам смотрим по открытому интересу сказать чтобы сегодня был гипер ажиотаж на бирже но 470 это склейка двух контрактов то есть можно сравнить 707 пиковое значение 29 августа по ртс на сентябрьском и фактически половина чуть чуть больше сейчас активных на декабрьском по ликвидности достигли пока вот такой отметки 431 тонна пиковая была 20 числа и 340 тонн сегодня ну в общем пока сравнительно с оборотами по 700 тонн и 600 слабенько так начала контракта открылась как-то так ну скажем тихонько вот возможно понедельник будет больше активных после просмотра волстрит онлайн разберутся что делать и возможно будет больше сделать но пока вот ажиотаж как бы затихли нет такой огромной панике либо в какого-то сильного давления и огромного количества сделок не наблюдается вот такие у нас дисбалансы по ртс на этой неделе три дня последних пришлись на дисбаланс со стороны байеров сейчас мы отключаем склейку контрактов и посмотрим в чистом виде без в принципе тут дельта сохраняется как видите с восемнадцатого августа на новом контракте в основном шли байера буквально две сессии 1509 1909 была дельта очень мелкая на short 2009 это был первый топ по дисбалансу 20 тонн на стороне байера процентное соотношение с ликвидностью 7 процентов но неплохо объем был объем был 270 из них ну вот 19 фактически под подми чуть меньше десяти процентов вот неплохо так и чуть-чуть вот активность угасает соответственно вот эти три сессии мы берем как ключевые на них мы сейчас возьмем сетку уровней поддержки сопротивления и расставим ключевые диапазоны так 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 маркет в очень где-то там так один день 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 кучу мониторов не могу найти идет где он могли открыл вот так и так новый контракт декабрьский квити приток ликвидности постепенно увеличивается как и волатильность больше ликвидности соответственно эквивалент и волатильности постепенно планово заходят в рынок и часы тикают часы тикают так значит 20 21 приток было вот эти два дня можно выделить из всей недели как более ключевые 22 числа в основном то открывали то закрывали судя по волатильности здесь все указывает на неопределенность и отметим такой вот равно удаленный канал который начался еще 21 числа и сегодня они по сути продолжали это не самый лучший период для торговли когда вот такой просто бульдозер всех соберут всех в общем период перемалывают от мелких до крупных и вот вы вы вышли из из канала пока и выход этот не особо встретили в участнике рынка как бы не плановая манипулятивность вас скорее всего вы сброс по стопорям с посмотрим дельта 20 числа тут прям можно без особых расчетов заметить что с утра и до открытия америке только и дело что агрессоры на покупку больше фигурировали также отметились 21 числа немножко уже получили конкурентные такие выбросы со стороны селлеров соответственно немножко волатильность подутихла но так в принципе и не смогли пробить 112-170 вошло не что очень важно по сути вот объем который у нас появился там 7000 здесь уже топовая вообще нас минутка было 8 тонн а так открылись они 33 там две тонны то есть по сути 20 и 19 число более-менее по ликвидности можно отнести там к разряду допустимых нам для торговли то есть ну так по стопу поскольку и в WP у нас 11580 контрольные точки ставим максимум пока 320 и минимум тут отличились новички 110 500 значит ставим открытый интерес и подчеркиваем где у нас были но как видите вот два массива мы сейчас фиксируем вы уже посмотрите на своем терминале более точно цены здесь открывали позиции у нас ребята и это приоритет точно так как там и агрессор на покупку и открытие позиции все все тактически и синхронно верно дальше открывали позиции все 21 число вот постепенно паковали уровень его можно сразу заплатить вот в этом коридоре вот три массива которая даже отработали вот 21 и 20 числа вечером тоже два раза отработали 111 соответствую вот спокойненько ставьте себе 110 820 111 под саппорт потом отработали и можно комбинировать 111 450 по 750 вот диапазон сразу двух дней захватили потом мы берем вот здесь уже под сомнением пошла здесь часть фиксировали сейчас вот я про сегодняшнее число там такое немножко надо понаблюдать чем в общем такая интерес был разносторонние то есть открывали и закрывали rtr это ртс был сейчас мы смотрим сбербанк идем дальше где у нас маркет watch а мы рассматривали прошлый раз эту точку 15 06 ключевой момент для сбербанка вот пока мы его будем относительно него отсчет вести расчеты и ориентироваться то есть это конкретно стартовая точка на начало тренда в общем и ликвидность по сравнению вот период был более не концентрирована на одном дне периодически такая вот по амплитуде как бы амплитудная такая то то больше потом просаживаются это больше просаживаться и вот у нас 20 число 5 миллионов оборот но это ничто по сравнению с 18 июня и до 3 оборот упал я думаю это опять же связано с ожиданием результатов выборов германии тут прям можно даже не сомневаться я думаю что это конкретно обороты стихли перед выборами кстати если можно в комментариях и видео напишите либо здесь в чате кто смотрел выступление трампа на собрании там касаемо вот на я пропустил просто его выступление о чем он там говорил вкратце в двух словах за любую информацию спасибо я думаю другим тоже будет интересно кто слушал либо смотрел уже с переводом как ничего о чем он там говорил какое направление вообще было предыдущие открытое занятие было в рассылке приглашение там есть ссылка на страницу где размещены эти записи все три все три два одиннадцатого второе и вот двадцатого три три вебинара как было значит в тут мы сейчас давайте посмотрим лучше по дельте обратите внимание в миллион дельта до двадцатого числа смело похоже знают результаты уже какие будут по германии и в общем коррекция завершилась она буквально началась двенадцатого и сразу девятнадцатого было сказано прекратить это неподобство коррекционный момент на сбербанке где такое видно да так здесь прям вот акции чувствуется до отличаются по уровням тут если размещают прям по одной цене особо даже никто не занимается там разбитием на мелкие части сразу просто в одну цену причем человеческая природа не ну не хочется даже время тратить на какие-то другие значения просто ровно цифру сто восемьдесят шесть сто восемьдесят пять соответственно можно прям вот не 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 задумываясь так вот она сто восемьдесят три и так отметил я хотел вам зафиксировать этот уровень здесь практически в течение недели вот по одной цене постоянно проходили такие сильные агрессивные выбросы и вот тут конкретно именно цена важна на акциях тут пакет просто зальют в одну цену и там никак не спрячешь и не замаскируешь свои намерения если это дельта крупная на покупку то она будет крупная и не ее никак не спрятать вот если взять вот этот восемнадцати миллионный торговый день оборот вот он там дельта была тоже не маленькая такая огромнейшая просто ну дисбаланс в этот торговый день 18 миллионов из них триста девяносто четыре тысячи дисбаланс на покупку и потом еще три дня вот семьсот пятьдесят один миллион еще почти миллион плюс те 300 вот вам миллион за два дня бросили одна восемнадцатая вот оборота это дисбаланс то есть разница между агрессорами на на стороне обид и и аск так в общем здесь по акциям намного красивее всего по дельте проще работать и поэтому кто устал от фьючерс срочного рынка быстрого и краткосрочного вот старые проверенные акции никаких опционов не нужно ничего чисто все и хорошо да вот спасибо лица тоже помог на youtube-канале естественно волшебный вбейте название вебинаров которые вам нужно если они не у нас разместили то можно найти все если захотеть даже газпром за этот период совсем такие незаметны до два очка в активности заинтересованных в покупке данного эмитента обратите внимание вот здесь конкретно по 4 по 5 дней просто постоянно атаковали байры и это приходится у нас на завершение корректировки с 128 на 116 затем удержали оборону и толкнули обратно на 120 повторная в атака на 116 по продолжалась до самой 123 124 сейчас пока притихли я думаю что если выборы пройдут так как необходимо этим участникам то они будут подешевле поджидать я думаю даже вот точно надо взять 118 119 119 119 119 70 как поддержка это уровень специально вот этого дня 119 мы сейчас его возьмем 8 0 9 и вот мы так сделаем вот 119 119 по 120 агрессор был неплохой точно надо взять возьмите себе на сетку потом потом вот здесь видите 121 3 и в начале лета там тоже такие же активисты были повторно на тех же ценах все все те же активисты вернулись как только цена стала выше 120 здесь у нас ядро за это лето образовалась в районе 117 15 ой 117 5 по 120 сейчас я отмечу это отчасти завершил 300 даже вот мы возьмем самую плотную часть 117 по 120 участок 2 по значимости уровень находится в коридоре 122 по не 122 127 по 122 с половиной это отчасти за счет поддержки байеров которые сейчас пока еще сохраняется хоть и волатильность притихла если у них получится удержать коридор 121 3 и 121 и 7 если эту поддержку которую они на дозагрузках сформировали то есть там заложены при движении такие контрольные точки где концентрация дисбаланса огромная просто то есть соответственно там размещались позиции и как контрольные уровни поддержки это необходимо отметить также поставьте альертик на 125 и в принципе 125 удастся достигнуть то есть вот пробитие максимума локального за последние там сентября и август следующая отметка на 127 максимум алерт рубль кто помнит когда мы видели вот движение рубля там до 80 отметки нефть нефть 30 долларов 32 33 можно было в тот момент поверить что вот 58 отметка будет ну не быстро но пока потихоньку возвращаются так тут по настройкам все нормальным приступим с начала лета вот такие у нас есть данные по фичерному контракту на пару доллар рубль и мы отметим самые основные а это ключевой момент на уровне 60 тут мы фиксируем и вспышку ликвидности две такие аномально агрессивные сессии и концерт не консультация массивность на данном диапазоне с последующей защитой и поддержанием траектории на снижение фактически то есть так аккуратно системно сползли до 57 поэтому мы сейчас это все аккуратненько рассмотрим под ракурсом открытого интереса и дельты и так тут мы наблюдаем открывать покупки сбросили само собой не ключевой еще уровень и открывали позиции здесь у нас и пошла вот дельта крупная 3 миллиона оборот сессии из них почти 200 тонн дельта вот это сессия объем тоже не маленький сейчас мы его отметим вот 3 миллиона оборот торговой сессии и здесь дельта процент сейчас мы заглянем 664 тут 32 соседние и 61 то есть свыше 6 тут похоже что не так часто 5 и тут да вот эти 6 процентов первой половине было днем с огнем не найти в 6 процентов то есть ударная на продажу тут 6 процентов и здесь скорее всего еще взглянул 4 4 ведь их немного было в этой в этом контракте и все они пришлись на вот этот уровень поэтому ключевое сопротивление из прошлого с этого контракта стоит взять именно 61 61 с половиной так тут прям самая очень агрессивная атака со стороны соляра просто гипер агрессивный так далее у нас идет 44 процента четыре с половиной ну в общем защита и дальнейшее снижение ядро контракта так и осталось на уровне ну если так точно брать 60 . 100 по 61 это ядро контракт то есть основной коридор пока будут там корректироваться как тестировать все еще под контролем самое главное чтобы не ушли дальше выше чем 61 то есть это что-то не так в экономике и надо пересмотреть своим это сентябрьский теперь смотрим на новом контракте без клейки что стоит взять и что стоит выделить так давайте возьмем чисто сначала сентября пускай постепенно будет объем увеличивается и вот у нас более менее по миллиону по два обороты вот три дня новый контракт торгуется вот очаг ликвидности сформировали за два дня в 5880 по смело можно брать 59060 тут по 200 тонн по 400 ну пик пришелся на вот этот двадцать двадцать первое число вчерашнем и так мы видим здесь прогрессоров показ по фильтрам часа перепроверено всех случаях чтоб не сомневаться потом значит все правильно стоит так более-менее так и вот у нас текущие ситуации 58 53 534 открытый интерес также плавно набирает оборотчики сегодня 33 пиковое значение и ликвидность вся пока и на стороне селера видите откроют позиции и все позиции которые переносят со старого контракта на новый идут вот особенно последние три дня ликвидных все на агрессоре на продажу отмечаем вот этот коридор который концентра концентрирован с 58 и 8 со стороны селлеров и по 59 за два дня можно в принципе сейчас взять замер кастомизированный профиль и нам будет проще и удобнее сейчас собрать статистику за два дня вот таким образом 41 пипс ну проискил 20 здесь поэтому не удивляйтесь значит 3 миллиона 380 за 2 226 тонн максимальный объем за день собрали понятно так и вот сейчас мы параметры дельта включим и вот распределение по дисбалансу десятка 12 все здесь вот три цены соответственно потом идет сидеть 20 вот сюда мы ставим ну плотненько практически до 58 680 но самая такая плотная часть вот это вот самый игру потом идет такой 8 тонн тут просто по 10 по 13 а там по 8 по краям ядро за эти два дня вот такие объемы собственно и тут у нас есть ссоре я ошибся не 11 10 с 15 минутками там напутал это за день по беда ск 113 99 там концентрация приличная то есть там 113 663 против 65 тонн два раза больше селлеров тут прям с продажами все серьезно и вот по этому дню которую пятница открытый интерес продолжает набирать обороты и дельта 57 тонн на продажу в сравнении с другом в два раза меньше чем четверг но зато практически также как в среду в общем по агрессору в среднем они держатся в рамках запланированной модели в открытый интерес увеличивается сезона открывает позиции старого контракта новым объем более-менее рабочий так что берите уровне на вооружение и закрываем спот и пойдем по еврику пройдем сейчас по фунту значит фьючерсные контракты основные которые на семье торгуются комов действительно важно рассмотреть можете написать чате в затронем но я подчеркну основные кросс пары которые вот на семье фьючерсные контракты торгуются так спот до этого январь январь 2 января по текущий день а ссоре так первую очередь на ликвидность обратим внимание это за я ну чисто за 2017 год не они не индексы облигации пока нет и то валюты не все мы затронем не успеем просто значит по спотов 59 15 60 25 площадка которая пока еще вот не выпустила за пятьдесят шесть и 357 поддержка но тут долго не так формируют фактически площадку с начала марта вернее завершение марта и закончили в 2 июня кажется 5 июня и вот мы сейчас тестируем вернулись к этому диапазону причем ликвидность идет такая приток ликвидности сразу после звонка первого эти до первого звонка все хуже и хуже было потом после такого введения учебный год начался и сразу приток ликвидности вот здесь у нас через день то крупный оборот то мелкий то есть такая видимо ажиотажная ситуация то есть два дня хорошая потом один корректируется никакой стабильной динамики то есть буквально до 59 дотащили и все и потом 5 до 57 дельта самое интересное у нас присутствует дельта 363 тысячи посмотрите на истории с начала года здесь на 100 09 мы свидетели с вами о фотку достаточно пикового значения тут 355 а здесь у нас 363 вот и были периодически здесь и по 100 но как видите в основном идут агрессоры в большинстве случаев боятся а это 363 тонны начиная с 15 09 давайте посмотрим сбросить попытаться протащить выше почему бы нет самое главное я думаю что вот этот диапазон двух плотных дней чтобы не про не прошлись соответственно еще сценарий на продажу в реален и допустим как только выйдут выше 58 59 ну следующий блокпост не раньше чем 50 60 60 вот пик крупный объем значит по споту из профайла сейчас вот у нас активность и свежих таких системно ровненько это прям вот как будто автоматы ведут кодировку люди там практически не принимают участие ликвидность с переменным успехом но как если сравнить с современными рынками то это системно ровная ликвидность и пока без особого ажиотажа мы вышли из этого коридора на 57 пробуем идти и дельта вот такая в общем вот 15 09 давайте ближе познакомимся с этим агрессивным полумиллионным два раза участникам рынка тут 300 тонн по бедам полмиллиона почти полмиллиона 57 55 грубо говоря вот если взять с 14 числа там за три дня сошло просто невероятное количество шертов до возьмем и к замеряем с 12 09 действительно берем с понедельника гулять и гулять дальше и вот он вот он ликвидный пик видим прям концентрация вот прям 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 57 с половиной вот с этим 55 по 57 7 смотрим дельту и так суммарно за это все время 248 тонн по 57 55 а так плотненько 57 45 по 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 вот буквально вот один вот логика коридор тут видно три сессии с 4 на продажу пока вот вернули на место то есть ну снять стопики и само собой без этого никак и тут 400 тонн бросили дельты написать 82 закрыли вопрос потом вот видите 600 тонн против 516 в принципе почти почти ответили но перевес все равно за 90 тонн за байрами в общем уходим ниже 57 40 есть огромные шансы на восстановление нисходящей динамики и движению потихонечку 55 уровня если это произойдет но пока не пробили все пять дней как видите были на стороне байра хоть и не такие активные евро 2 1 2 1 1 2 3 3 5 3 так 4 притих значит ерик с 12 на 6 подойдет и ставим объем а здесь сентябрьский контракт сейчас мы отметим по сетке ключевые коридоры и посмотрим как они себя ведут уже на новом контракте и так тут точечно аномальные выбросы по 5000 контрактов водки 199 захватим прям видно по фильтрам то есть в начале недели в конце августа прошло две недели и снова по этой же цене покупка проскакивает и тут тоже я дамите 3 600 кто-то покупает конкретно вот скупает скажем назовем это так возможно такой способ конвертации валюты в кое-нибудь структуре так стоит отметить стоит отметить приток ликвидности вот буквально недавно сейчас я выключу фильтры здесь вот симон сентября у нас был волатильный достаточно нет там практически прошли коридор недели и вернулись обратно на этой неделе был оборот ровный стабильный без особых притоков ну вот просто даже не интересно так только только в год что-то намечается и сразу же затихли чисто по дельте на этой неделе из пяти сессий 2 у нас получается абсолютно сейчас мы декабрь включим ссори из пяти сессий получается 3 на покупку и 2 на продажу причем на продажу там ни о чем как бы особо даже в расчет можно не брать мелкая дельта из активных участков которые были вот эти 10 до 100 до 21 стоит отметить плотность 19 95 ну чуть-чуть переборщили сейчас уберем 80 вот концентрация здесь нас объем потом на сегодня тут тоже быть по 15 тонн по 6 по 17 сражаются и по сопротивлению пока пятница уперлась в 255 14 тонн бросили победили и поставим здесь саппорт вернее ресистанс сопротивление далее поддержка пока вот все шансы вся надежда на 119 вернее 1295 вот чтобы пустят не пустят по сути как бы первые три сессии нового контракта open interest пока ровный то есть набрали не оборот 415 очень быстро и в 1 и 5 0 6 09 дисбаланс не особо фунт итак достигли моев 35 65 и тут начинается с 18 числа что вы думали конечно же каждый день шарты идут как и прошлую неделю тут все дни до сегодняшнего в таком жутком флете в основном идут шарты то есть это максимально компрессированная активность на продажу которая может очень резко открыться как показала практика даже могут удивить своим своей волатильностью поэтому когда на инструменте очень сильный ажиотаж из-за какой-то неожиданной новости либо неожиданного форс-мажорного события волатильность вам никто не гарантирует какой-то предел волатильности наоборот чем больше волатильность тем больше у них шансов всех протестить проверить по по всему коридору так здесь мы видим с 216 по 305 с копейками там поддержка и в принципе не удерживают технично динамику активность то есть вот покупки там где там где они должны быть коррекции начинается целую целую неделю загрузка объем чека вот здесь пошли вы здесь потом еще одну недельку и вот так это развернули ну это это годится то есть на это можно и рискнуть а вот теперь смотрим декабрь у нас неделя началась так хорошенько 6 тонн на шорт и всю всю неделю так и остались они в этой агрессии так открыт интерес за неделю итогово прибавил немножко конечно вот но незаметно в общем вторую неделю идут по шортам и тут даже спокойно можно брать уровне прошлого обзора не кроме авто потому что толкнули на 3565 ничего током не изменилось 200 всего 20 отличились открывали позиции и 22 там небольшая агрессивность единственно 22 там 200 тонн или 18 дельта 5 сессии просто вот как кусочки мяса на шампуре на мангале висит очень просто входят в коридоре друг друга никаких расширений никто не делает то есть тут очень очень подозрительно выглядит динамика вот вот буквально срезали немножко стопорей людям вот сходили так принципе вот они в коридоре стоят шестой день начиная с конца толп той недели вот пять дней так и простояли в общем на функте происходит что-то невероятно загадочная но это не мешает особо технично отрабатывать уровне поэтому чем проще торгуется инструмент тем лучше так давайте заглянем на dx с долларом на отметке 91 побывали новый контракт декабрьские постепенно набрали позиции и у нас час пик 42 тысячи ну как и положено такой формации волатильной основная часть торгов подбедется 91 с половиной по 92 все что за рамки выбросы по стопорям не более того сейчас мы отметим тут аккуратненько сбросили селлеров так как ведь участок агрессивных покупок якобы должен затянуть всех на покупки намекнуть что мол покупки пошли и соответственно как только они клюнули начинают сразу же разворачивать и на два дня вниз идентичная картинка здесь опять же в этом же коридоре появляется объемная активность затягивают за собой байеров которые думают что это на пробить идет атака и потом сразу два дня вниз фу как и здесь сценарий один и тот же и так они могут дойти до самых-самых-самых ликвидность от ровной кроме 20 числа 37 тонн 7 итак у нас по 7 ноябрьский контракт уже так приобрел форму оборот 625 тонн саним приходит открытый интерес и это все разбавляется аккуратненько покупателями начиная с 30 08 по сей день агрессия только увеличивается вот в таком ключе идут торговой сессии тут привычная всем хаотичная активность там два-три дня flat потом резкий рывок либо зависну там вот как здесь вернее вот здесь либо вернуться точно таким же маневром обратно последняя неделя приток агрессоров увеличился вот до шести семи тонн то есть байера есть сказать прям даже по дням тут с 8 сентября вот одна продажа была 3000 контрактов и все ну в общем сессия общем на сброс 1800 2 200 покупка такому 6 7 вот видите здесь тоже 69 сейчас чуть больше по сути как бы вот этот бар это результаты 6 7 дельта здесь 69 то есть больше на определенное количество контрактов соответственно ожидание пробития максимума перед пробитием накапливают ведь объем то есть ожидать на такое же расстояние вот сколько не одолеют это вот замер можно взять 6 7 дельты потенциально вот точки таргета можно рассчитать даже если ничего не поменялось то интересные моменты можно будет заметить грубо говоря такую же ликвидность необходимо чтобы так точно кожи день повторить но может даже чуть больше так цена то другая у них тут нас в районе шести сессии уже не могут преодолеть 50 с половиной соответственно сейчас немножко надавит объем очкам и пройдет дисбаланс и интересно будет расширение но но никто не застрахован от того что все-таки передвижением могут снять с топори хотя бы на сессию возврат обратно в легкую особенно если будет достаточно интересно вот похожая картина как здесь было видим перед дальнейшим там двухнедельным ростом у нас была тут неделька фл этого и вниз ушли буквально 21 на 7 и 24 в понедельник обратно же во вторник они были уже выше этого массива того на все про все три дня проект происходило в общем в конце вторника будут тогда должны быть выше максимум так давайте посмотрим стакан кстати кто недавно с нами недавно смотрит волосит онлайн либо пользуется платформой рекомендую очень хорошо присмотреться к стакану он достаточно большой коридор занимает захватывает 51 71 это суммарная выше рынка от сведения и до самой последней точки значения и 7 и 9 снизу вот 49 49 и 7 по 41 и 7 там 79 он было ой 79 а здесь 7 на 9 тонн вернее на да да ниже рынка больше ликвидности ну и собственно разновесие видите как идет сейчас по тут по контрактам прям заметно вот еще разделю значение вот интерактивный кластер а это отложники валите 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 а вот как не покупали по одному контракту сопротивления то есть или сдаются полностью то есть видно по одному контракту нет сопротивления соответственно байрон можно расширять коридор и в таких точках можно пробовать запугивать кто скальпирует вот как бы фактически вы идете по наименьшему пути сопротивления и путь скальпера заканчивается как тогда когда появляется вот такая вот плита с 38 против 119 перевес достаточно такой равносильный но уже не один контракт как здесь допустим там один контракт против 101 это вот две колонки идет агрессор и конкретно по каждому теку ладно это была нефть но грубо говоря есть вполне шансы сценарий увидеть на пробитие 51 без снятия стопорей могут не обойтись так что будем осторожны сценарий на покупку можно уже как бы потихоньку сворачивать если пробьют 48 и ниже 47 48 то есть вот этот очень трудоемкий массив на закрепление в стабилизацию барреля цель ценника барреля нефти и последующую потихоньку подвижение до 40 уверимся первый в случае расширения за 51 52 у нас получается две которые точке 59 52 и 5 золотом золото сегодня просел 1 2 793 так декабрьский контракт по золоту напомню что ну тут до октября осталось совсем недолго потом ноябрь потом начнутся новогодние праздники постепенно так вот многие индексы особенно очень таких стран как америка франция италия германия то есть шоппинг все вот праздники народ для этого и придуман индексы этих стран ну по наблюдениям уже несколько лет на супе перед новогодними праздниками все начинают покупать подарки там в общем экономика желает благодаря вливанию катализатора кэша потребителя вот в общем потребителя кто любит потреблять покупать что-то новое разные безделушки вот это как раз период который спонсирует в общем клуб давайте купим такой же телефон там или будет бюджет или ну в общем благодаря этому кэшов оживает экономика происходит заказывать товары бизнес начинает работать пока новый год не пройдет потом уже можно сбросить то есть ну в это вот халявный такой закономерные может быть постепенный может динамичная в зависимости от ситуации но фундаментально тут как бы не подкопаешься активнее периода когда потребители тратит кэш просто могут быть только летние периоды так это на золото пока уходим с 1350 и на 1300 похоже не остановились тут кстати неплохая площадка как раз мы видим издалека кажется что этот график как новогодняя елка на самом деле тут все кроме вот этого параметра четко ведь ну тут кто это поставил вас или ставьте уже вот теперь все будет отлично при более приближенном раз на рассмотрение указаны на профиле ведь прошлый дня выглядит как юла помните еще в советском союзе такая игрушка была вот то есть те же самые обида ска разбиты на 2 гистограммы и указывается те значения где был фильтр который вы указали соответственно вот такие вещи нужно не упускать сразу понятно где концентрируется ликвидность то есть самый такой широкой части дня очень продуктивный информативный тип мониторинга то есть сразу видно две группы сразу видно где объем сразу видно где группа больше перевес с одной стороны тут всем равносильно то есть к сайтам конечно ушла на продажу то есть такая точная и можно использовать как график можно использовать еще довесок позиционирование с wp и у нас достаточно сильное отклонение тут получается раз два три 4 5 6 даже пускай 5 на шорт вот сейчас притекли немножко по ликвидности идут вчера только были открытия с 447 тонн выросла на 451 сказать там прям гипераномальный приток причем вернули еще хуже вот с 447 начали в среду и закончили сегодня 439 то есть неделя по сути как бы в основном фиксит но четверг был какой-то приток открытий позиции и каким-то образом пока вот не прошли уровень где где они вот видите по десяточки плотненько очень начиная вот 1293 и заканчиваем ну вот еще 30 до 98 тут 32 тут 31 там конечно папой поинтереснее дисбаланс но здесь благодаря вот кем для с 98 отметим 21 9 и ну в общем 1293 вот эта формация как раз с этого диапазона поднялась 96 вот у нас пятачок такой дельта и вот пока стоят тут тоже плотненько все проработали с байер и этот диапазон по сути в байер они должны выпустить тогда может начаться коррекционный момент ну по крайней мере реверсивная какая-то активность после пяти дней снижения вот сразу покупать очень большим пакетом не стоит так как это просто промежуточный день день передышка до загрузка передышка ударный день потом ведь они стоят внизу потом могут еще один ударные кинуть еще постоять то есть эти ребята быстренько двигаются но сам факт гэпа который сформировался у нас на 13 44 с половиной 47 с половиной вот видим дни открываются как сильно на на рынке который обеспечивается постоянно двухсторонней ликвидностью то есть маркетасы работают в ту сторону кому что нужно сразу сведут без сучка и задоринки при таком чистом чисто ну никакого там вакуума по встречных заявках практически уже нас популярных инструментах нет тут открывается инструмент с гэпом то есть это настолько редкость уже что не взять это на вооружение невозможно то есть это сильное сильное давление ну как видите в две недели уже отходят вот этого давления пока долгосрочно отсюда покупать не стоит не надо спешить буквально от нас есть я простоял это фиксировали на не в основном фиксации более то есть даже коррекционный момент из-за фиксации не произошел так как селеры больше давит сильнее давить чем это точечная вспышка фиксаций самих селеров snp даже при так 17 прошу заметить вот немножко сбросили совсем счетом 21 22 и тут 107 на 30 . скинули потом до залили началось все с 17 числа 33 миллиона 88 было и потом они начали корректироваться это все дело было под дельту нейтральную покупку и вот вчера 56 тонн значит этом новом контракте пока пиковая дельта то есть топовая тут стоит заметить что вся активность на рост которая идет на декабрьском она действительно по дельте сопровождается активностью на май две сессии только вчерашняя и там вначале контракта идут с агрессором на шорт пока не расширят вот в коридор этой сессии селлер пока еще не опасен то есть вот 2492 то минимум этой сессии где вот выброс был на 56 контрактов больше шортов то есть следующая сессия спроса спокойно стоит коридоре это нужно учесть так как похоже вот волатильностью торговой сессии такой же простой следующий день и потом абсолютно обратное резкое движение с волатильными днями просто нужен жестоко жестоко очень жестоко развернулись потом стоят они пять дней на весь коридор недели вниз потом на четыре или пять сессии сразу наверх то есть тоже жесть очень коварно но это еще на сентябре было так теперь смотрим по ликвидке пятница к сожалению 675 даже при всех мощностях тут осталось буквально два меньше двух часов вчера было миллион сто тридцать семь и миллион двести это обе сессии и европа и америка соответственно приоритет идет на более оборотистые но в принципе если открытый интерес был очень сильный там даже в сессию который чуть меньше по оборотам приоритет отдается той сессии которая была все-таки на открытии позиции за теми позициями на стрит хотя бы какой-то кэш какой-то 56 тонн 21 09 открытый интерес у нас как раз в этот день немножко прибавился с 77 тонн выросли на 84 но чуть-чуть как раз почти на самом деле и вот этот торговый день мы будем сейчас использовать как ключевой то есть ориентироваться по массивности мы берем также кластер профайл дневной выключаем склейку контрактов не забывайте выключать склейку контрактов чтобы видеть вот смотрите ситуация по ликвидности сейчас просто продемонстрирую кто не следит за кнопочкой наш контракт на склейке когда переходит один к на другой объемы перетекают постепенно и вот у нас без активации мышь контракт то есть она используется тогда когда надо посмотреть два три контракта сразу то есть по продолжительности ведь и вот у нас объем идет на декабрьском вот он начинает жить только 8 сентября вот но фактически там 259 за день это 7 сентября вот вот они начинают увеличивать свой разгон то есть по сути вот мы ставим 8 сентября официальную точку старта но контракта вот они первые самые хитрые байеры которые вот здесь уже 8 сентября почти в миллион оборот я постоянно напоминал что уже можно только появляться объем есть потенциально интересная точка на вход лучше новом контракте работать там можно еще три месяца стоять так ну в общем включаем наш контракт и теперь нижний гистограмма абсолютно по-другому будет выглядеть что идет наложение двух сентябрьского и декабрьского контракта вот соответственно на 600 тонн 961 тонн 11 числа эти в пятого уже миллион восемьсот только что здесь была пустыня ничего не было объемы начались только там 7 8 тут же ветер и немножко другие значения так как при наложении немножко переплетаются данные и так кайсон пиев у нас находится на 25 20 это достаточно такой завышенный уровень и держится неплохо не скажу вам всю неделю буквально вот две сессии уронили его и сейчас вот flat стоит на слабом объеме причем похоже там парламентские под контролем все пока идет норме как только все выйдет из себя то система начнет это показывать в виде сильных сбросов по сын пито точно так ставим сюда там 30 чуть-чуть чуть-чуть час вот 22 вот как раз мы четенько захватили вот здесь самый такой плотный коридор под по байеру они тут об отработали все покупки потом сейчас вот смотрим защиту и так выключаем наш контракт чтобы не было смешивания по дельте посмотреть сегодня даже на один скан тысяч контрактов фигурирует больше байер отметка держится на середине коридора соответственно пока без победы но еще два часа торговаться ликвидности мало что в принципе стоило было ожидать не особо динамичную сессию сегодня после таких вот шипов которые были 21 числа 27 сентября 19.00 приглашаем всех на матчарт открытый вебинар и 3 октября уже будет старт полугодового курса smart volume трейдинг подготовка трейдером трейдеров и вам хороших выходных прощаемся с летом да здравствует осень встретимся на следующем возле талайн попутного тренда хороших сделок и всего хорошего наилучшего и всего-всего-всего-всего сына не пока